здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим немного о божественной дисциплине это то о чем нам говорят наставники эфирных планах земли серапис бей и другие вознесенные владыки души иерархи света серапис бей всегда настаивает на божественной дисциплины но изложение божественной дисциплины на земле кажется немного искажено дело в том что если спросить что каждый человек вкладывает слово божественной дисциплины мы увидим очень много разных совершенно противоположных ответов от аскезы до сам до медитации самых невероятных вещей и где же в этом во всем истина дело в том что дисциплина который понимает люди чаще всего связано с определенной традицией например находиться сколько-то дней какой-то практике и дело в том что эти практики этим они могут идти из внутреннего своего сечения света внутри вас но могут быть уже много раз изменены умом личностью то что вас отделяет от этого божественного света и соответственно эта божественница дисциплина может увести вас можно так сказать оно уже не божественная дисциплина так что же мы вкладываем в это слово божественной дисциплина прежде всего прежде всего с чего должен начать человек это раскрыть свет внутри себя обратиться в этот свет и когда этот свет начинает истекать из тебя и ты понимаешь и смещаешься смещаешься в то свое осознание как духа вечного приходит осознание этой божественной дисциплины но прежде человек начинает пользоваться пользоваться скажем так услугами разных сект разных объединений общественных для того чтобы понять что такое творец что такое все сущее и много раз ошибается много раз приходит смятение и рано или поздно приходит это в своим вниманием в свою внутреннюю совсем внутреннее горение свой внутренний свет так вот божественная дисциплина это когда ты полностью начинаешь осознавать что ты дух вечный и двигаться по этому пути исходя как дух вечный ум может предложить нам 10 тысяч практик бесконечное количество которые могут выводить человека в эгоизм и мы можем сказать что это какая-то духовная практика но ведь все практики да и как который дает мастер он видит ты соответствуешь внутри себя этой божественной дисциплине или нет и когда ты нащупал этот свой внутренний свет ты каждый раз каждое свое действие начинаешь сверять с этим божественным светом это очень важно из этого происходит божественная дисциплина и ты не сходишь с этого пути и не совершенно не важно чем ты занимаешься ты сидишь медитации в пещере или ты находишься постоянным в движении мира но соблюдаешь что божественную дисциплину будто дворник ты без разницы что ты делаешь любая работа но если ты находишься в этом божественном потоке ты все абсолютно все в себе начинаешь начинаешь синхронизироваться в каждом своем действии с творцом всем сущим и это рано или поздно приводит тебя совершенное горение свое совершенное качество единение с богом со всем сущим со светом внутри тебя это и есть божественная дисциплина и вы прежде всего когда вы начнете практиковать какие бы то ни было практики йоги медитации спросите свое божественное присутствие свою свой внутренний свет ведет вас это к богу или нет или делает вас эгоистом бывает и духовные эгоисты и и вот это вот вот эта вот сверка очень важно на пути миллионный практик существует много учителей из которых очень много эгоистов и как даже в индии где бы вы ни были прежде всего сначала внутренний свет и и когда вы ощутите себя как дух вечный осознаете это божественное сияние внутри себя простыми вещами задавая себе вопросы эта практика ведет внутреннему свет внутри меня или не ведет спрашивая свои искры раскрывается сердце при упоминании этой практике или закрывается и постепенно вы поймете вы войдете в эту божественную дисциплину в это непрерывное творение непрерывное осознание себя в боге многие практики могут сделать вас совершенно тупым совершенно без оса без осознанным человек и только ваше внутреннее вопрошение приведет вас великую йогу великое или совершенное следованием творцу следование творцу их задавая вопросы мое действие сейчас прямо вот сейчас приводит к свету она совершенно то или иное и постепенно вы выровняетесь на этом пути гармоничное действие совершенное действие это и есть божественная дисциплина божественная дисциплина идет изнутри они снаружи прежде чем предаться каким-то практикам начинайте задавать вопрос свою искру только когда вы обнаружите этот внутренний свет и сечение этого света покажет вам дорогу и суть этой дороги есть божественная дисциплина об этом можно говорить очень много и главное качественное смещение в это состояние готовите вы чай еду читаете книги вы поймете божественную меру когда вы все законы космоса встанут в единые в ритм звучания колебания любовь равенство гармония мера божественном соотношении вы не можете нарушить меру все приходит в меру речь действия эмоции в совершенной гармонии он становится инструментом и это и есть дисциплина следование своей божественной искре не уму он это инструмент разум это движение вашего сердца при совершенном инструменте но инструмент не может стать хозяином теперь каждый раз когда чтобы в это не не делали посвящать это все сущим быть ее богу свету внутри вас вот вам жест раскрытое сердце я все время новый 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 разум горение искры когда я кричу двигаюсь ли я в искре в этом божественной дисциплине либо сплю и действую как механичный ум который закрывает совершенное действие подумайте об этом я благодарен что вы выслушали то что я сказал потому что каждое действие направленное к себе достойно уважения всего хорошего до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok